Необоснованные проверки мониторинговых групп – проблемы с получением земельных участков под бизнес. Эти и другие жалобы бизнесменов были обсуждены Советом по защите прав предпринимателей и к противодействию коррупции с участием прокурора области и заместителя Акима области Болжан Шаменовой. Жалобы предпринимателей на необоснованные проверки мониторинговых групп подтвердились. Так, согласно статданным, за период 14 июля 90 объектов предпринимательства области были подвергнуты рейдовым проверкам два и более раза. Вместе с тем, как показал анализ актов проверок, мониторинговыми группами проверяются исключительно предпринимательские объекты – кафе, рестораны, магазины. Сфера предпринимательства переживает непростой период. Пандемия нанесла большой ущерб бизнесу, поэтому мы усилили работу по защите прав предпринимателей. Совместно с палатой предпринимателей создали мобильные группы. Благодаря этому защищены права более 600 предпринимателей. К уголовной ответственности привлечены 23 должностных лица. Также на заседании были обсуждены земельные проблемы предпринимателей Ахмарал Абдразакова и Кулейхан Медиаровой. Суть такова – ими были приобретены земельные участки под бизнес. Однако в процессе постройки был обнаружен ряд проблем. В мае 2018 года я приобрела земельный участок договор о купли-продаже. Хотела начинать строительство. Однако, когда я стала эту землю исследовать, оказалось, что под землей проходят все коммуникационные линии города. И водообстановление, и канализация. Соответственно, с этой проблемой я обратилась в соответствующие органы. Водопроводную трубу перекинули. После того, как этот уже проект был уже готов, на экспертизу он ушел, архитектура мне выдает отказ в строительстве, так как там проходит еще и канализационная труба. Я, значит, с этой проблемой теперь уже обратилась в ассоциацию о том, чтобы мне этот вопрос решили. В результате вот уже несколько лет предприниматели не могут реализовать свои проекты. Два вопроса было касательно земельного вопроса предпринимателей в городе Казларда. Предприниматели выкупили земельный участок участников. Но когда они собираются уже строить, там, получается, в обоих проходят водопроводные линии, канализационные линии. То есть эту землю когда-то кому-то выдали. Предприниматель его купил за огромные деньги. Но, оказывается, там строить нельзя. Даже во втором случае, там было два раза этому земельный участку, еще дополнительно присоединяли дополнительные земельные участки. То есть эту землю как бы увеличивали. Предприниматель вложил средства, даже переводил водопроводные линии за пределы своей линии, но строить там, оказывается, нельзя. Как нам стало известно, эти вопросы также взяты на особый контроль и должны решиться в течение месяца.